по консистенции маска должна получиться вот такая она не густая и не жидкая это дает очень хороший результат для этой маски нам понадобятся ватные диски у меня вот такие крупные ватные диски можно взять обычные круглые привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете как домашних условиях убрать темные круги под глазами как осветлить кожу вокруг глаз как убрать гусиные лапки как убрать мелкие морщины в общем видео будет полезным видео будет информативным поэтому устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра кожа вокруг глаз очень тонкая она не имеет жировой прослойки и первое что стареет это конечно же нежная кожа вокруг глаз образуются гусиные лапки как правило от перенапряжения стрессов недосыпания неправильного питания нехватки витаминов возникает темнота и темные круги под глазами это тоже очень беспокоит многих женщин и сегодня я вам расскажу очень эффективную и покажу конечно же очень эффективную маску которая быстро справится с этой проблемой маска состоит из очень простых доступных домашних средств мои дорогие друзья давайте приступим к приготовлению маски маска которая осветлит кожу вокруг глаз уберет отеки напитает увлажнить очень тонкую кожу под глазами в общем поможет восстановить уставшую кожу для этой маски нам понадобится ложка творога и творога как хотите называйте лучше всего если это домашний творог если он вот такой густоватый как у меня можно его развести молоком либо сливками это даст дополнительный питательный компонент в эту маску потому что маска осветляющая и творог молочнокислые продукты они все очень хорошо осветляют кожу нужно хорошо развести с молоком маска должна получиться слегка жидковатая потому что необычный способ применения этой маски я вам тоже сегодня покажу маска наносится очень необычным способом и эффект от этой маски будет просто потрясающе великолепный также добавляю одну ложку тертой картофелины вот я подготовила сразу их натерла нам понадобится всего одна ложка и важно чтобы картофелина была натерта именно с кожурой потому что в кожуре картофеля вот я натерла большое количество питательных компонентов не к тому же картофель обладает очень хорошим эффектом втягивает влагу убирает отек и вот сочетание таких компонентов как творожек творог с молоком и картофель очень хорошо между собой дружат и работают следующий компонент который нужно добавить в эту маску это ретинол ацетат можно добавить ретинол можно добавить ретинола пальмиат тоже самое это витамин а достаточно 3 5 капелек так еще капельку 55 капель ретинол очень хорошо восстанавливает кожу и очень хорошо влияет именно на момент увлажнения и добавлю ложку оливкового масла оливковое масло можно заменить на любое косметическое масло у меня оливковое масло настоянная на цитрусовых на мандарине видите есть цедра мандарина тоже очень хорошими питательными компонентами обладает и теперь все нужно очень тщательно перемешать не забывайте что добавляя каждый компонент в маску нужно каждый компонент очень хорошо вбивать чтобы распределение было равномерно и по консистенции маска должна получиться вот такая она не густая и не жидкая это дает очень хороший результат для этой маски нам понадобятся ватные диски у меня вот такие крупные ватные диски можно взять обычные круглые это дает очень хороший момент компрессионного воздействия также я для этой масочки буду использовать и вот такую гелевую маску сразу скажу мои дорогие друзья у кого нет вот такой охлаждающей и согревающей гелевой маски ничего страшного эти диски вы можете выложить просто на теплое полотенце разогретое под паром либо в горячей воде и таким же образом накладывать на глаза теперь нужно равномерно распределить состав маски по дискам и дать некоторое время на то чтобы сами диски хорошо пропитались составом чтобы как можно дольше питательные компоненты оставались во влажном состоянии не забывайте что все маски домашнего приготовления и не только домашнего приготовления и покупные они работают лишь в момент когда они не подсохли как только масочка подсохла все все питательные свойства из этой маски прекратили впитываться кожей и дольше и дальнейшее пребывание на коже бесполезным становится поэтому как правило покупные маски на коже лица держат 15 минут 10-15 минут а домашние маски не меньше 20 минут теперь я эти диски выкладываю на саму вот эту вот масочку гелевую предварительно можно ее разогреть я слегка подержала в теплой воде чтобы под воздействием тепла разогретая кожа лучше впитывала компоненты и теперь вот так выкладываю и все масочка готова к нанесению обязательно посмотрите как правильно наносить эту маску как держать ее как снимать и конечно же обязательно посмотрите на тот результат который стоит ожидать от этой маски потому что правильность нанесения и секрет вот этой вот маски он все-таки и есть я стараюсь каждую процедуру сделать максимально с наилучшим эффектом с достижением наилучшего результата в общем сделай вот таким вот способом наношу так чтобы состав маски хорошо соприкасался и с верхним веком и с нижним веком и именно заходил на область гусиных лапок вот для этого очень хорошо использовать в домашних масках именно вот такие вот гелевые маски глазки конечно плотно нужно закрыть и подождать 20 минут друзья прошло 20 минут кожи вокруг глаз моя ожила конечно в результате того что я регулярно делаю подобные маски моя кожа под глазами в очень хорошем состоянии я не делала ни уколы красоты не блефаропластику только лишь домашние способы омоложения кожи лица помогают мне сохранить молодости красоту надеюсь эта масочка вам тоже понравится пожалуйста напишите свое впечатление обязательно поделитесь этим видео со своими подругами мамами и друзьями знакомыми чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица домашних условиях и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана всем всего хорошего пока пока